ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создать центр винного туризма, который должен объединить мелких производителей. В планах создание инфраструктуры и сотрудничества с туроператорами. Ну и, конечно, реклама. Кому это нужно? Сколько это будет стоить? И вообще, что такое винный туризм в Краснодарском крае? Каковы его перспективы и чем он нас может привлечь? Будем говорить сегодня в студии программы «Через край». Обязательно звоните нам и пишите. Как обычно в интернете, мы проводим опрос, и сегодня тема его звучит так. Что для вас может стать поводом поехать в винный тур? И четыре варианта ответа. Дегустация вин, экскурсия на крупные заводы. Третий вариант – возможность поучаствовать в производстве вин. И развлекательная программа. Голосуйте на сайте Кубань24TV. Оставляйте свои комментарии в социальных сетях. Самое интересное я обязательно озвучу в эфире. Телефон прямого эфира 274-11-14. Код города Краснодара 861. И сегодня в этой студии я нахожусь не одна. Со мной Казаченко Дмитрий Михайлович. Первый заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Законодательного собрания Краснодарского края. Мы будем с ним комментировать разговор наших экспертов. И, естественно, давать какие-то комментарии, участвовать активно в беседе. Иван. Здравствуй, Ольга. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Я приветствую всех, кто этот вечер встречает на нашем канале. Как обычно, в этой студии, в прямом эфире мы говорим о том, что волнует каждого, кто живет и работает на Кубанской земле. И сегодня тема нашей программы – это винный туризм. Очень интересная тема, увлекательная. Надеюсь, что вам будет интересно. По крайней мере, нам будет интересно точно. Гости у нас сегодня высокие, представительные. Я рад приветствовать их. У нас в гостях Диана Джабарова, директор туристического агентства Бестур. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Николай Охременко, начальник управления сельского хозяйства и муниципального образования города Новороссийск. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам. И Андрей Кабаян, директор учебного консультационного центра «Центр Винэксперт». Здравствуйте. Добрый вечер. И вам тоже спасибо, что приехали из Новороссийска к вам. Буквально вчера было обсуждение создания «Центра винного туризма». Расскажите, пожалуйста, нам и телезрителям подробно, что такое «Центр винного туризма». «Центр винного туризма» – это, в общем-то, организация, которая должна обеспечить максимальный поток и привлечение туристов на винодельческие хозяйства униципального образования города Новороссийска. Цель благородная, потому что кроме самого производства продукта – пина, шампанского – все предприятия малых форм нуждаются в дополнительном доходе, который они могут только получить путем привлечения туристов и их обслуживания. Для того, чтобы привлечь максимальное количество туристов, естественно, необходимо обращение к нашим профессионалам, туристическим агентствам. И мы считаем, что необходимо обратиться за помощью к администрации края и города Новороссийска для организации рекламной кампании, для организации удобных подъездов к местам отдыха туристов. Вот эти все задачи и становятся как основными для «Центра винного туризма» «Винэксперт». Но «Центр винного туризма» – это не здание какое-то, где будут сидеть люди и так далее. Это, я так понимаю, комплекс мер, которые будут приниматься для того, чтобы увеличить турпотоп. Правильно, Николай Иванович? Мы подразумеваем именно под этим центром, это не обязательно, как Вы сказали, комплекс. Это будет на своего рода комплекс предприятий малых, точнее винодельских домов, находящихся на территории города Новороссийска. На сегодняшний день их уже около 10 образовалось, имеется своя линейка вина, и свои винные мастера эксклюзивно готовят тот продукт, который производят. Поэтому под этим подразумевается именно кластер в городе Новороссийске, именно с целью популяризации и повышения уровня самого виноделия, и представление его не только на районных, кстати, выставках, но и в России, и за рубеж. На всех тех площадках, которые имеют сегодня ценители именно этой напитка. Ну вот, смотрите, то есть Вы хотите локализовать, скажем так, винный туризм в пределах муниципального образования города Краснодар, так или нет? Вот у меня вопрос, Диана, к Вам. Уже же существуют винные маршруты, допустим, я сегодня смотрел, которые объединяют Анапский район, Новороссийский, допустим, и Крымский. Речь сейчас о чем идет, о центре все-таки в Новороссийском? Ну, я думаю, что они поставили перед собой достаточно серьезные задачи. В первую очередь, о чем говорил наш дорогой гость сегодня, это задачи по улучшению инфраструктуры. Потому что существуют какие-то разрозненные маршруты, они не настолько известны, они не настолько разрекламированы непосредственно у нас. Я опять сегодня, я в интернете видел 5 винных маршрутов таких вот. На территории Российской Федерации даже для внутреннего туризма они не настолько хорошо разрекламированы. И наши жители Российской Федерации не очень хорошо об этом знают. Они знают о винных центрах в Италии, в Испании, в Португалии, где угодно. Даже рядом находящийся Грузии винный туризм очень сильно известен и популярен. У нас пока это все находится в зачаточном состоянии. И мы надеемся, что центр винного туризма это как раз та сила, которая даст максимальный толчок для развития данного направления у нас на Кубани. Так, в дополнение к разговору, конечно, что такое винная дорога, предлагаю вам посмотреть. Это разрабатываемый маршрут по ряду районов Краснодарского края, связанный с винным туризмом. Первый по времени создания винный маршрут появился во Франции в 1953 году и проходил через 67 населенных пунктов. Кубанская винная дорога охватит следующие районы и населенные пункты. Это Геленджик, Новороссийский район, Анапский и Темирюкские районы. То есть она достаточно продолжительная будет. И мы видим, что в каждом районе есть еще населенные пункты, через которые она будет проходить, где можно, в принципе, заехать, попробовать, посмотреть, познакомиться. Ну, а можно подробнее чуть, пожалуйста, рассказать об этой винной дороге? У вас есть же какая-то информация? Конечно. Ну, вообще, хотелось бы так сразу обозначить, что мы не начинаем. Мы продолжаем эту тему. Совершенствовать, я бы так скажу. Совершенствовать. Дело в том, что судьба подарила Краснодарскому краю и нашему городу Новороссийску такие уникальные места. И сейчас центры уже организованные для винного туризма, как Абрау-Дюрсо и Месхака. Абрау-Дюрсо вообще в целом достиг невероятного успеха тем, что добился звания первого в мире предприятия. В мире, в мире, отдельно взятого предприятия винодельческого в мире по объему приема винодельческих туристов. Это около 170 тысяч, да, человек? Да, примерно, да, от 150 до 170 тысяч за год. Это невероятно огромный успех. Естественно, пользуясь их знаниями, я знаю, что здесь будут гости из этого предприятия, пользуясь их опытом, мы бы хотели перенести в системе нашего города эти знания и опыт на все те вновь созданные хозяйства. А их тоже стало уже очень много, мы говорили, более 10 хозяйств. Это небольшие формы, это малые предприятия, но которые уже смогли создать хорошие действующие виноградники, прекрасные действующие предприятия винодельческие, выстроить линейки своей продукции, добиться каких-то успехов на дегустации, и теперь им нужно принять этих туристов. Так вот, этот обмен опытом и эти знания, которые как бы можно подчеркнуть уже от существующих предприятий, мы хотим передать тем заводам, которые сейчас только стартуют в этой области. Понятно. Да, Дмитрий Михайлович, вот я очень много сейчас слушаю, Диана сказала, что это амбициозный проект. А с другой стороны, вроде бы у нас очень все развито, и даже единственные есть люди, которые знамениты там во всем мире. Почему до этого не запускались такие амбициозные проекты? Ну, вы знаете, на самом деле, вот Андрей Валерьевич говорит, что у нас как бы надо совершенствовать. Мы стоим у таких истоков, если говорить, но мы стоим на самом деле действительно у начала начал. Потому что у нас есть предприятия, да, ну, может, порядка 10 предприятий, которые занимаются серьезно винным, даже меньше 10, серьезно занимаются винным туризмом. Конечно, это наши и Абрау, и Адерусу, там и Фанагория, и самые крупные Кубаньвина, ну, и Которые помельче, Левкадия, другие предприятия. Но возьмите Австрию. Вот просто не хочу брать Италию, не хочу брать Францию или Испанию. Австрия. На самом деле, 30 лет назад там не было хороших вин, и они свое вино наливом продавали в другие страны. За 20 лет Австрия сделала великолепный рывок и 50 тысяч гектар виноградников в Австрии. Как вы думаете, сколько там собственников? 26 тысяч собственников. То есть, примерно получается на каждого собственника 1,8 гектара. И, конечно, вот я был в Австрии, как раз порядка недели мы ездили по этим винным турам. Вы знаете, разные 4 региона мы посетили. Конечно, я очень много подчеркнул. Для меня было, вы знаете, я поражался, как люди карабкаются в горы, каждый клочок земли обрабатывается. И, конечно, вот на 1,8 гектара, я в среднем говорю, конечно, кто-то имеет 1 гектар, кто-то имеет 5 гектаров, может быть, кто-то до 10, но это уже вообще очень много для семьи. Но в среднем где-то 2-3 гектара до 5 гектаров, это позволяет семье прожить, прожить безбедной. Конечно, мы стоим, то, что у нас есть здесь предприятие, то, что мы начинаем работать, это очень хорошо. Но я все же таки хочу сказать, что у нас был принят федеральный закон 490 ФСМ. В 2014 году, 31 декабря, под Новый год, его подписал наш президент. И, конечно, в 2015 году мы очень надеялись, что наши все фермеры смогут производить, именно легально производить свое вино. К сожалению, не были внесены изменения в налоговый кодекс, Росалкоголь и регулирование не подготовили нормативно-правые акты. Ну, Минсельхоз тоже там немножко с документацией, Минсельхоз России я имею в виду, не все успел сделать. Поэтому рывок у нас будет реальный. Вот если мы сдокументально все оформим в 2016 году, то вот те уже, которые полулегально работают, они с 2017 года выйдут уже действительно на открытый рынок. И тогда, конечно, нашим всем туристическим компаниям необходимо будет все их вот вовлечь, именно весь этот оборот, чтобы гости могли увидеть не продающийся суррогат на побережье за 3 копейки, а увидеть нормальные вины по нормальной цене. Виктор Михайлович, в продолжении темы о том, что вы сказали, что есть проблемы, и, конечно же, это касается малых винных предприятий. До эфира мы связались с Ксенией Вишневской, это частный винный гид из города Краснодара. И вот, что она сказала, какие проблемы существуют у малых форм предприятий. И, естественно, это касается развития винного туризма. Внимание, давайте послушаем. Какая-то реклама все-таки запрещена. Мы не можем особо рекламировать наши поездки, но рассказывать людям о виноделии очень хочется. Что касается проживания и действительно доставки туристов к месту, к самой винодельни, то, конечно, лучше, чтобы, не лучше, а должно быть, чтобы эти занимались местной властью. Так же, как привыкли к тому, что местные власти особо в этом не помогают. Общаясь со всеми виноделами, они едят только при пону. И мне крайне их жаль, потому что они искренне действительно хотят взять, помимо того, что хороший продукт, и еще какую-то рекреационную зону, где люди могли бы отдохнуть душой, телом, выпить бокал вина. Я это слышу от всех виноделов абсолютно, особенно от частных, от микровиноделов, которые пытаются хотя бы как-то развиваться. Первое. Дороги. А достичь непосредственно строительства дорог к самим винодельным, потому что сами виноградники находятся зачастую в какой-то либо горной местности, либо, соответственно, где-то на склонах. Ну, собственно говоря, это то, о чем многие эксперты утверждают, то, что сейчас, наверное, инфраструктура несколько в недоразвитом, что ли, состоянии находится, если можно так выразить. Николай Иванович, так это или нет? По поводу инфраструктуры хотелось бы начать. Совершенно так. Вот я хотел бы дополнить коллег именно в этом направлении. У нас как раз, чтобы было популярно и очень заметно присутствие этих вот принимающих гостей и туристов в винодельских домах, должна быть чисто внешняя реклама за благовременно прочитаемое до подъезда. Иногда проходит автобус с туристами и только в конце увидят, что она присутствует. Хотели бы заехать, но уже проехали. Съезд там, где необходимо, как бы он тоже отсутствует. Приходится его соображать, но нужны тут многие длинные такие мытарства по согласованиям. Вот эти все вопросы, как бы мы сейчас занялись и продолжаем заниматься. И думаю, мы их все-таки решим все вместе, взявшись за эту тему. И я хотел еще небольшую ремарочку сделать в том плане, почему как раз мы затеяли такой небольшой кластер по городу Новороссийску. Та винная карта, которая была представлена у нас на экране, подразумевает посещение нескольких районов, полкрая почти. Это требует времени довольно длительного. Многие туристы хотели бы побывать за более короткий срок, увидеть несколько хозяйств. Как раз вот этот наш кластер небольшой на территории города позволяет это сделать. Я думаю, это будет дополнительный приток еще туристов именно на короткие туры. Вот на данный момент, на сегодняшний день же и существуют какие-то уже туры, правильно, с точки зрения туристов? Какие туры предлагаются, скажем так, сколько это стоит и так далее? Сейчас, что касается туров, которые предлагаются в пределах Кубани, то, наверное, на первом месте здесь все-таки завод Абрау-Дюрсо, который имеет в своем распоряжении, в своем хозяйстве отель Империал, который, к сожалению, не все туристы могут позволить. Это не самый бюджетный отель, но они организовывают экскурсии непосредственно сами. У них есть экскурсионное бюро, которое этим занимается. На уровне края, на уровне Российской Федерации не настолько сильно данная информация распространена. У нас настолько популярны сейчас курорты Краснодарского края, у нас настолько сильно развивается внутренний туризм, что мне кажется, что есть возможность разместить информацию о винных турах в каждом отеле, находящемся у нас. Я прошу прощения, но ведь для того, чтобы разместить информацию о винных турах, нужны тут сами винные туры были. Абрау-Дюрсо, это, конечно, хорошо, понятно, что... Но это всего лишь один завод, да, винный реческий. А мы говорим о том, что уже есть их десяток, как минимум, только в Новороссийске. Может быть, имеет смысл там вот как раз-таки центр винного туризма для чего нужно? Для того, чтобы проработать туристические маршруты как следует. Для того, чтобы разобраться с подъездными путями, чтобы максимально упростить, может быть, для туриста вот этот момент пребывания, чтобы знать, где он сегодня будет ночевать, где он будет завтракать, где он будет обедать, что он будет смотреть и так далее, тому подобное. Правильно? Для этого же он нужен? Абсолютно правильно. Именно по формированию программ и маршрутов это главная задача центра и любой другой организации, которая окажет содействие и городу, и краю. Я понимаю прекрасно, что вот просто так, сидя, скажем, в студии и что-то пообещать или там сделать невозможно. Это очень такая скрупулезная работа. Вот мы обращаемся с просьбой к нашим туристическим агентам организовать некий список требований для таких фирм, которые могут принять винный тур. Потому что очень много нюансов, связанных с простым пешеходным движением, с обеспечением безопасности, с приемом инвалидов. Это огромная работа. Поэтому мы надеемся, что за ближайший год, до тех пор, когда уже полностью легализуется предприятие малых форм, мы сможем подготовить уже серьезно сами схемы туров и представить их нашим коллегам в области туризма. Хорошо. Иван, мы до эфира связались с Игорем Устровым. Это пиар-директор частной винодельни из Испании. И вот, что он сказал по поводу того, как же там организован винный туризм, откуда ждут помощи и, в принципе, как он там развивается. Связь у нас по скайпу. Давайте посмотрим. Нам ничего не дают власть Испании. Никакой не давали. Но были деньги до кризиса, были деньги из Евросоюза, из Брюсселя. По большей части, конечно, они были связаны с инвестициями в сельские коттеджи. Потому что все-таки отельный бизнес в развивающемся регионе, ну это дорогое удовольствие. Если винодельня у тебя уже есть, ты там как-то что-то делаешь, то отель или коттедж, или какой-то другой вид спального места, в него нужно вложиться деньгами. На евроденьги также была сделана, допустим, веб-страница нашего региона, на которой собраны все винодельни. И там сделана также, как сказать, аженда. Это, как называется, такой календарь, календарь событий, да, то есть куда можно пойти. И многие другие вещи. Проложены пеший маршрут. И сюда очень много приезжает, особенно из Северной Европы, ну, я имею в виду Скандинавской Европы, приезжает много любителей ходить пешком по тропинкам. В общем, для таких людей, конечно, должны быть обозначения. Это тоже стоит денег. Вот Евросоюз на это тоже давал деньги. Помог один курс, который был спонсирован отчасти правительством Каталонии, отчасти правительством, в общем, из Брюсселя. Это курс для винных экскурсоводов. Да, потому что, ну, я по образованию менеджер туризма. Мне повезло, я попал на бесплатные курсы, которые длились 4 месяца. И, в общем-то, они были такие теоретически-практические. То есть, мы там ездили по винодельням и смотрели, как делают это лучшие люди в нашей округе. Такой оживленный товарищ, сразу видно, что увлечен своим делом. Вот они ждут, говорят, туристов из Северной Европы, те, которые любят ходить пешком. У нас в числе потенциальных туристов, в принципе, вся Россия, можно так сказать. Но все-таки, может быть, есть какие-то туристы, на которых вы ориентируетесь в первую очередь? Кого вы ждете? Мы все-таки говорим о вине. Вино предназначено для людей, которые его любят. Поэтому мы ждем туристов, знающих или желающих узнать что-либо о вине. Я, пользуясь случаем вот этого выступления из Испании, хотел поднять немножко еще одну тему удачного сочетания в нашем городе, в Краснодаре и в крае, ситуации по подготовке кадров для этого бизнеса. В него входят основные игроки. Это агрономы-виноградари, это виноделы-технологи и менеджеры туристического винодельческого бизнеса. Для этого у нас существуют высшие учебные заведения. Это и наш аграрный университет Краснодарский, и наш технологический университет, и институт культуры, который имеет специальную кафедру по воспитанию экскурсоводов. Ну, наверное, бы хотелось, чтобы эта кафедра рассмотрела возможность появления экскурсоводов винодельческого направления. Мы ждем, кроме этого, туристов, которые обладают или желают обладать знаниями гастрономической культуры, потому что вино связано обязательно с кухней. Речь идет не только о винных, скажем, турах, но вообще о гастрономическом туризме. Мне кажется, это вообще такое очень специфическое направление, потому что гастрономический туризм подразумевает под собой какую-то специфическую кухню и так далее. Это еще одно направление, мне кажется, нет? Нет, это совмещенные направления, потому что практически на сегодня никакой гастрономический туризм не может быть без сопровождения вина. Ну, само собой, конечно. Желательно местного, желательно соответствующей определенной еде. И, как правило, все эти предприятия, начиная от наших крупных монстров, скажем, Абрао-Дюрсо, и заканчивая даже маленькими предприятиями, руководители которых, наверное, будут тоже здесь. Вот, например, хозяйство Опарина, усадьба, Семигорье. Все обладают небольшими ресторанами или центрами питания, которые могут предоставить определенные какие-то изыски в этой кухне. И, может быть, самый такой тонкий момент в этом отношении, потому что мы относимся к винному туризму и к людям, которые к нам приезжают, как желающим получить удовлетворение от вина, как алкогольного напитка. Нет, а нас интересует другая очередь. Дело в том, что все великие винодельческие страны, включая Австрию, Францию, Испанию, смогли доказать, что красные вина являются элементами питания, оказывающими достаточно серьезное действие на организм человека и позволяющие избавиться от многих заболеваний. На сегодня самый модный тренд – это красное вино против диабета. Это очень интересно. Мы об этом чуть позже, я так предполагаю. Да, Дмитрий Михайлович, мне кажется, что вы хотели дополнить выступление, потому что я знаю, что наши туристы все-таки на цели привезли, налили, показали, как это делали и увезли. Или же я ошибаюсь? Вы знаете, вино – это такая вещь, о нем можно говорить постоянно с утра до вечера и с понедельника до воскресенья. На самом деле, с Андреем Ильичем абсолютно согласен, что на сегодня у нас наши вузы стали готовить, аграрный университет стал готовить агрономов виноделов, технологический университет, кстати, вот где я также работаю, готовит специалистов, виноделов, виноградарей. Потому что хороший винодел, который не знает виноградарства, вы знаете, ему очень сложно будет, конечно, он может работать виноделом, но произвести хорошее вино ему будет очень сложно, потому что нужно знать технологию, нужно знать азы. Но если говорить вообще о том, о той теме разговора, которую мы сейчас ведем, конечно, какие нам нужны туристы. Вы знаете, на сегодня люди не хотят пить абы что, они хотят видеть технологию, посмотреть этот виноградник, если хотите его пощупать, посмотреть технологию производства и, конечно, продегустировать великолепные напитки из правильных бокалов, правильной температуры и, конечно, чтобы им рассказали. Вы знаете, на сегодня наши гости Краснодарского края, это уже не те гости, которые были, может быть, 20 лет назад, приехали, выпили по стакану вина и, в общем, разошлись. Поэтому я считаю, что есть прогресс, и у нас очень хорошее будущее. Спасибо. Также до эфира, Иван, мы связались с Иваном, кстати, Иваном, и вливым директором компании гостеприимства, тоже в Барселоне, в Испании. И вот как у них делят туристов, по какой градации и что им предлагают. Давайте посмотрим. Есть несколько категорий клиентов. Наверное, можно разделить их на две крупные или на три. Ну, на две крупные точно, те, которые просто интересуются и которые хотят включить это в свой отпуск туристы. Это одна группа. И совершенно другая, так называемые профессионалы. Причем профессионалы могут быть как настоящие профессионалы, такие как сомелье, которым оплачивает это как командировку и как ознакомление с винами их отправляющая организация, так и частные лица, которые просто очень сильно и глубоко увлекаются вином. Эти люди, как правило, глубже проникают в эту материю, они больше оставляют денег. Естественно, они приезжают только за этим. А люди, которые хотят познакомиться и включить свой отпуск, например, 10-дневный, включить два дня винного тура, это категория обычных туристов. И они относятся к всему с восторгом и абсолютно непредвзятой, без сравнения с Бордо, например. Ну, собственно говоря, как обстоят дела в Испании, понятно. Но о центре винного туризма, который в Новороссийске будет организован, мы в этом блоке поговорили. Хотелось бы, Дмитрий Михайлович, небольшое резюме по этому блоку, уж коли вы сегодня в качестве эксперта с Ольгой вместе. Ну, вы знаете, вы, когда и наши телезрители видели карту, уникальная ситуация. Новороссийск, фактически, получается центр. Рядом Анапа и рядом Геленджик. Это та уникальная... и рядом Крынск. Это та уникальная почвенно-климатическая зона, которая позволяет, именно где есть камень в почве, которая позволяет получать великолепные, уникальные вины, которые могут конкурировать с любыми винами любых стран. Поэтому лиха беда начала, Новороссийск начал. Я думаю, что подтянется Геленджик, подтянется Анапа. Самое главное, чтобы эти туры были интересны, чтобы они были доступны. Когда можно будет поехать в Новороссийск? Я думаю, что уже сейчас, уже летом, собственно говоря, когда гости будут ехать к нам, уже могут поехать. Но, тем не менее, я хочу, подводя итоги, все же таки сделать упор, что это только начало. И фактически, серьезно эта работа пойдет у нас в 2017 году. Но начало, конечно, сейчас. Спасибо. Сейчас короткая реклама. Сразу после нее будем говорить, что уже существует в Краснодарском крае и чем будут удивлять нас в винном туризме. В эфире программа «Через край». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о винном туризме, как его сделать популярным. Ну и, конечно же, сколько это нам будет стоить. Я напоминаю, что вы должны нам обязательно оставлять комментарии в социальных сетях и дозваниваться к нам в студию 274-11-14. И вот один комментарий в социальных сетях, который нам оставил пользователи. «Если б не было так далеко, то я бы обязательно поехала, а то в Новороссийск слишком далеко». Вот такое вот мнение. Ну, очень, я бы сказал, забавное мнение. Уж простите, я как человек, который прожил полжизни на Дальнем Востоке, могу сказать, что Новороссийску это очень близко, на самом деле. И я думаю, что мы это подтвердим еще раз, тем более, что к нам присоединилась еще одна гостья. Это Марина Струкова, заместитель директора Центра винного туризма по экскурсионной и туристической деятельности Абрау-Дюрсо. Здравствуйте, спасибо, что приехали к нам. Вот какой вопрос у меня возникает. Имеем ли мы на сегодняшний день, скажем так, Центр винного туризма на Кубани или ваш единственный? Мы имеем наш единственный Центр на Кубани винного туризма Абрау-Дюрсо. Центр был создан в 2010 году и из небольшого, как было ранее сказано, экскурсионного бюро мы стали именно центром развития и туриндустрии Краснодарского края. Меня интересует вопрос, что вы сегодня туристам предлагаете? То есть, если это было раньше экскурсионное бюро, небольшое, а на сегодняшний день это прям центр. Хотелось бы узнать, что может человек получить, который приезжает к вам? В первую очередь, это винный туризм, это экскурсии по подвалам, это наши различные квесты, это исторические экскурсии, экскурсии с дегустациями. Это наша школа гастрономии, большая и хорошо себя зарекомендовавшая. Это мини-мастер-классы, либо курсы для профессиональных поваров уже. Это у нас активный отдых, у нас есть и конные прогулки, и джиппинг, и прогулки по морю, рыбалка. То есть, любой вид услуг. И спа-процедуры различные в нашем шампань-комплексе, и йога-туры, и семейные туры. То есть, это прямо полный... Полный комплекс услуг, да? Дмитрий Михайлович, вы хотели что-то сказать? Ну, вы знаете, я на самом деле, конечно, хотел абсолютно подтвердить ваши слова. Браво Дюрсо в плане туризма, это талон, как нужно организовывать. Но я думаю, что наши другие предприятия тоже должны подтягиваться. Я знаю, что и Фонагария у них неплохо организована, но надо идти дальше. Объем у них хороший, но надо идти, конечно, дальше. У них тоже есть хорошие залы дегустационные, хороший тоже ресторан, который именно можно придегустировать все великолепные образцы. Есть и Кубань вино, есть и Левкадия, есть Абакагеленджик, есть еще более мелкие дегустационные залы. Но, абсолютно согласен. Я, кстати, хочу сказать, когда в Абрау Дюрсо начиналась именно вот эта работа, никто даже не верил, что можно зарабатывать огромные деньги. На сегодня я могу ошибиться, но порядка что-то под 150 тысяч человек вы принимаете туристов. И, учитывая, что если вы собираете по 300 рублей, примерно так, ну, вот там я помню, 250 или там до 400 рублей, я примерно на расценке могу ошибиться, вы тогда, может, дополните. Но это, я хочу сказать, что это огромнейшие деньги, вот там что-то до полумиллиарда рублей вам приносит именно только туризм. Фактически вы рекламируете свою продукцию, свою продукцию, вот делаете, если хотите, бесплатную рекламу, еще вам за рекламу не выплатить, а еще вам за это платят. А можно мне вопрос? 300 рублей я заплатила и попала только как бы на сам завод, посмотрела в подвал, как делается вино. А если я захочу пожить, я так поняла, со слов Дианы, что это будет уже мне намного дороже, да, обходиться? Сориентирую, да, сначала по вам. За 2015 год только винные погреба посетили, посетило 169 тысяч человек, только винные погреба. И стоимость экскурсии, средняя цена, возьмем ее 500 рублей. И вы прошли по всем тоннелям, вы продегустировали 5 лучших образцов шампанского, вас научили выбирать правильно шампанского, вы выходите через наши фирменные магазины, вы можете отобедать в лучших ресторанах нашего центра и остановиться. Есть бюджетный вариант у нас, усадьба Круглое озеро, там стоимость небольшая, всего 2000 рублей на двоих. И есть бутик-отель, это уже совершенно другой уровень, бутик-отель Империал, там, да, стоимость немного выше, 7200, но... Сколько в 2015 году, вот вы в 10-м организовали, сколько в 10-м году приносил туризм вашему предприятию? И вот, ну, по годам примерно, по этапам роста, и вот за прошлый год. Ну, в 2010-м году это было порядка 130 тысяч человек. Я в деньгах говорю, можно в деньгах, сколько было принесено предприятие? Это, наверное, коммерческая тайна, я думаю. Я не думаю, что это коммерческая тайна, поверьте. Ну, понятно, что рост идет. И личный у меня вопрос, а сколько вот спа-процедура в ванне из шампанского? В ванне из шампанского полторы тысячи всего. Полторы тысячи. Что предлагает еще один винный центр, нам ответила Елена Пашкова, директор по развитию ООО Левкаде в Южном федеральном округе. Давайте посмотрим, чем они удивляют туристов. На данный момент мы предлагаем сразу несколько направлений для наших туристов. И в первую очередь Левкаде это не только винный туризм, это еще история и про хорошие продукты, про новый стиль жизни. То есть огромное количество вещей, которые мы здесь сочетаем. То есть наши туристы могут приехать, попробовать себя на мастер-классах по сырам, то есть узнать, как их лучше готовить, что из них можно придумать дома. Могут приехать в этом сезоне, я надеюсь, что мы сможем организовать все-таки дегустацию на воде. Это будет такая новиночка, но опять же, если получится. В сезон мы вернем в оборот возможность туристов ходить на виноградники и участвовать в уборке урожая. Я думаю, что еще ряд каких-то предложений, которые я пока позволю оставить в секрете. Ни одна винодельня не скажет, что они никогда ни на чем не обжигались, и все туристические форматы, которые были запущены, тут же стали успешными. Но я могу вам так сказать. Не пробуйте пока, наверное, запускать агротуризм непосредственно в его классическом проявлении, потому что мы попробовали запустить программы с привлечением наших туристов, то есть мы предоставляли им проживание и питание, а они должны были, грубо говоря, работать или в теплицах у нас, или на виноградниках. Но вот я могу сказать, что те туристы, которые к нам приехали, возможно, нам просто не очень повезло. Они воспринимали это, конечно, именно как отдых, и не воспринимали это как серьезную работу. А по большому счету программа была нацелена на то, чтобы они поняли, как на самом деле тяжело выращивать био-овощи, как сложно ухаживать за виноградниками и так далее. А в конечном итоге они, естественно, приезжали отдыхать, им хотелось отдыхать, но не работать в теплицах, это точно. Туристический сезон 2015 года дал нам возможность развивать сразу два направления. То есть мы работали очень активно и с туроператорами, которые находятся в таких ключевых прибрежных городах, как Новороссийск, Беленджик, Анапа. И, естественно, мы занимаемся и частным туризмом, когда гости могут напрямую через отдел бронирования заказать себе какой-то индивидуальный тур, и мы там от каждого клиента готовы его разработать. Но основную массу в 2015 году нам, конечно, принесли туроператоры, в основном из Анапы. В любом случае, любая винная дорога, новый винный маршрут и так далее, это общая помощь не только для Левкадии, но и для всех виноделин, которые существуют на территории Краснодарского края. Ну вот есть у нас пример Мевкадии, есть пример Абрау-Дюрсо. Что касается взаимодействия винодельских хозяйств с туроператорами, насколько оно сегодня развито? Потому что я читал, что все-таки они как-то параллельно пока что идут, понимаете, не находя общих точек взаимодействия. Андрей Врежевич. Согласен. Для того, чтобы как-то открыть эту тему немножко пошире, я обращусь к опыту наших коллег в области туризма. Но четко понятно из судьбы Абрау-Дюрсо, что винный туризм делится ярко на два вида. Это однодневный туризм. Тур выходного дня, скажем так, или нет? Или именно... Однодневный туризм. Утром приехал, вечером уехал. Примерно так, да. То есть в течение дня. И вторая форма – это многодневного пребывания на винном хозяйстве. Однодневный туризм опять делится на два вида. Это когда нам приходится обращаться к нашим помощникам и коллегам туристическим агентствам и просить, чтобы они привезли туриста откуда-либо. А вторая форма – это когда человек проезжает мимо винодельни и может остановиться и без туристического агента выйти и поучаствовать в процессе. Какой вид из этих вами озвученных больше интересует хозяйство винодельское и вас, скажем так? Мне кажется, что когда человек непосредственно специально приезжает, то они не проездом так выглядят? Естественно, тогда он приезжает именно с этой определенной целью. Но это всегда и накладно, и трудно организуемо. Поэтому нужно добыть транспорт, обратиться к коллегам, им заплатить и решить эту проблему доставки туриста до места. Может быть, как раз таки и в этом в том числе задачи центра винного туризма и, скажем, перенимать опыт существующих центров для того, чтобы эту работу организовать на каком-то ином уровне? Согласен и просто объясню, что происходит сейчас у нас в крае. Вы должны понять, что у нас в крае открываются две огромных новых федеральных дороги, которые будут связывать всю Россию с Крымом. Эта дорога Новороссийск-Анапа-Крым и вторая дорога Краснодар-Славянск-Темрюк-Крым. На всех этих дорогах находятся винодельческие хозяйства. Естественно, вся эта масса людей, которая будет ехать к Крымскому отдыху, естественно, могла бы иметь шанс остановиться возле этих винодельческих хозяйств. Ну, конечно, это было бы неплохо. Дмитрий Михайлович, скажите, почему, казалось бы, это внепогодный, внесезонный такой бизнес туристический, и он не набирает популярности у наших туроператоров? Вы знаете, я что-то мало доверяю нашим туроператорам, я скажу прямо. Вот на сегодня более действенное, кто находится около дорог, именно вот маленькие предприятия, либо кто известные фирмы, люди чаще сами едут. Либо вот, опять-таки, давайте вернемся к той же Франции или Италии, в той же Австрии. Вы живете в гостинице, вы прилетели только, соответственно, на ресепшене, у вас есть визиточки, там все можно посмотреть, а то предприятие, а то там их порядка 50-100, это именно регионы. Естественно, если вы приедете в Бургундию, вам никто не поставит из Бордо. Поэтому это все регионально. У нас, к сожалению, я не видел. Юрий Михайлович, ну мы знаем, как там-то, а у нас-то как? На сегодня, на сегодня, я вижу, все-таки, будет пока эти развития, это вот именно то, что около дорог, то, что каждый сам, само предприятие, само себя сможет именно прорекламировать. Либо как-то, все-таки, мы должны выходить именно на отели. Отелей у нас, слава богу, много, но на сегодня вот нет этого связующего звена. Я его, например, сегодня не вижу. Ну и, конечно же, винодельческий дом Каракезиди, пожалуй, один из самых ярких объектов на винодельческой карте края. Малое предприятие Кубани, которое знают многое. Многие, давайте посмотрим, маленькое предприятие, но известное. Недостатка желающих попасть на экскурсию по винному хозяйству Иван Каракезиди не испытывает вот уже который год. Но поначалу принимал гостей только искушенных. Ведь до вступления в силу поправок вино можно было показывать, устраивать его дегустацию, но не продавать. Вместо сухого и полусладкого здесь предлагают уютную сельскую атмосферу, возможность отдохнуть на свежем воздухе и честный рассказ о жизни винодельни. Люди, которые в теме, как говорится, с ними интересно общаться. И, естественно, они приезжают, интересуются, задают вопросы интересные. Мы стараемся на все вопросы отвечать, подсказываем. Многие хотят вот начать. Каждая экскурсия начинается со знакомства с территорией хозяйства. По словам винодела, все постройки здесь уникальны и возведены по чертежам самого Каракезиди. После непременный вояж в святая святых, прохладные подвалы с дубовыми бочками. Хозяин собственноручно разливает молодое вино, попутно наставляя, как правильно его дегустировать. Нос. Потом на цвет смотришь, видишь, что там блики были. А потом глотаешь, и нужно придержать его немножко, и потом проглотить, и почувствовать послевкусие. После винодел-архитектор показывает собственную пекарню. Она полностью обеспечивает хозяйство хлебом. А на его небольшой ферме горожане могут в прямом смысле прикоснуться и даже покормить сельскую фауну. Первое впечатление – тишина после города. И воздух другой. То есть каждый, кто попадает сюда, здесь энергетика своя. То есть имеется соломенная крыша, например. Это, ну, как в сказку попали. Ассортимент собственных экологически чистых продуктов дополняют овощи с грядки и козий сыр. Его, кстати, предлагают посетителям во время дегустации. Ну, а для тех, кто уже утолил голод, хозяин предлагает и зрелище – джаз в собственном исполнении. Сейчас в приоритете винодела по-прежнему создание игристого напитка. Однако Иван Васильевич уверен – количество туристов вскоре значительно вырастет. Для них хозяин туристической фермы уже строит домики и даже специальный винный погреб. А сам Каракизидев всерьез думает о найме профессиональных помощников-гидов. Вот это небольшое хозяйство, действительно, все-таки, наверное, в тени крупных, скажем так, производителей находится. Но не всегда, скажем так, крупные производители давят, что ли, или, ну, каким-то образом пытаются уничтожить мелких конкурентов. Я так понимаю, что очень часто бывает и взаимодействие полезное, ведь так? Вы совершенно правы. На сегодняшний день Центром винного туризма разработано несколько винных маршрутов. И мы с удовольствием возим гостей, которые приехали в Абрау и Дерсо, по соседним винодельням. И такие винные туры пользуются большим спросом. И по ценам, да, тоже немножко сориентирую. Например, семидневный тур по пяти винодельням края с человека стоит 7 тысяч рублей в сутки. Семидневный. Семидневный в сутки с человека. То есть, в принципе, пять виноделин, и где ты всегда дегустируешь и можешь посмотреть, поездить, попробовать сам, то это, в принципе, приемлемая цена. Согласен с вами, на самом деле, да? Дмитрий Хуач, ну так винные туры, винные дороги будут включать в себя вот эти маленькие предприятия винодельня? Я хочу сказать, что, на самом деле, рывок винного туризма будет как раз именно вот с таких домов в Кракизиде. Или вот взять опарина. Потому что, конечно, крупные предприятия, это винный туризм, он интересный. Но колорит, именно вот вся изюминка, вот посетители, слышали, как он сказал? Я абсолютно его понимаю, потому что он прочувствовал. Он влился в вино, в эти бочки, которые стоят, в эту среду. Поэтому, естественно, у нас мы стоим только у самых истоков. И, конечно, вот такие мелкие винодельни, они раскроют Кубань, виноделья Краснодарского края, совсем в другом формате. Ну, в продолжении ваших слов, Иван Ивлев, директор компании, кстати, вот обращаю ваше внимание, компания гостеприимства города Барселоны. Вот как он прокомментировал, в Испании понимают, что понимают под винным туризмом и чем привлекают туристов. Они совершенно не стесняются своей индивидуальности. То есть это может быть помещение, которое для производства вина используется, там всего 80 квадратов, а на втором этаже у них офис. Но при этом они делают такие вина, которые спокойно соревнуются с вышеупомянутым Бордо и даже побеждают на международных выставках. Да, то есть, например, такая винодельня, она и вина ручной работы. То есть там весь процесс, начиная от отжимания, заканчивая погружением в бутылку и закупориванием в пробку, происходит ручным трудом. И это делают два человека. Вот. И это вино может быть шедевральным. Так и большое производство, и это тоже красиво. Это может быть большая усадьба или даже комплекс усадеб, которые построены вокруг бесконечных полей, бесконечных гектаров. Совершенно ухоженных виноградников и с инновационным производством, где все очень красиво блестит новой сталью и так дальше. Эти вещи абсолютно спокойно стоят рядом, и винный турф может включать и то, и другое. Поэтому, ну, касаемо, не нужно бояться какой-то аутентичности, самоопределения, какой-то деревенскости. Я полностью согласна, что маленькие предприятия, конечно же, привлекают к колоритам, крупные объемами. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло. Да-да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Евгения Виноградова, директор туристической фирмы «Элита» из города Туапсе. Мы занимаемся винным туризмом, возим, ну, уже около 15 лет, возим в Абрау-Дюрсо, направление лечебно-оздоровительные винные туры. У нас свой транспорт, но мне хотелось бы узнать, куда можно еще отвезти наших отдыхающих, кроме Абрау-Дюрсо, по нашему Краснодарскому краю. Возможно, это не такие большие предприятия, может быть, они какие-то небольшие. Но у нас однодневная поездка, и поэтому нам нужно возвращаться обязательно вечером в пансионаты, поскольку мы обслуживаем пансионаты. Спасибо большое. Ну, так все-таки где найти информацию? Если можно, ну, чтобы это не было рекламой, скажем так, в эфире, просто, может быть, где-то есть какие-то интернет-сайты, где можно посмотреть эту информацию и узнать об этом. Ну, на сегодня наиболее активная схема туризма представлена в виде карты винного туризма, изданной фирмой Кубань Вино. Это первый момент. Второй момент, действительно, вот наша коллега из Туапсе четко объяснила, что расстояние до хозяйства, пребывания там на хозяйстве и возвращения обратно, например, в Туапсе, занимает не менее, я так думаю, не менее 6-7 часов для того, чтобы выполнить эту программу. Поэтому по этому расстоянию явно видно, что это хозяйство города Новороссийска, города Крымска, ну, так обозначим их, так сказать, все остальные уже Анапская и Тимрюкская зона исключаются для них, потому что они далеко. Понятно. Ну, что ж, в этом блоке мы поговорили о тех винных центрах, точнее, можно сказать, в общем-то, как это есть на самом деле об одном винном центре, который на сегодняшний день существует на территории Кубани, самом большом в мире, если я не ошибаюсь, около 160 тысяч, 170 тысяч туристов ежегодно ослуживающим, и о том, какой опыт, в общем-то, имеется у этого центра, который можно было бы распространить, в принципе, и на будущее, скажем так, центре винного туризма, которые будут на Кубани появляться. Да, Дмитрий Михайлович? Так точно. Сколько будет в следующем году? Чтобы нам не звонили с туристических агенций, не спрашивали, а где найти? Все уже о них знали. Вы знаете, я хочу сказать только одно. Вот все, кто сегодня работает полулегально, и они фактически, они не продают свое вино, они продают возможность посмотреть виноградник, возможность услышать о своем вине. Тот же Кракизидин. Вы же видите, вот то, что мы видели. Ведь он фактически, он легально не может его продать, потому что закон, который был принят в 490 ФЗ, о котором я говорил уже, значит, он пока не реализован. Хотя, кстати, вот законодательное собрание края, мы в прошлом году полностью в соответствии с 490 ФЗ наш краевой закон о винограде и продуктах переработки привели в соответствие, дали полномочия уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского края. То есть, все, что было необходимо, мы привели в соответствие. Но теперь будем ждать решения федерального центра. Сейчас короткая реклама, сразу после нее. Будем говорить, что мы пьем и из чего это все делают. И, конечно же, не забывайте дозвониться нам в студию 274-11-14 и оставлять свои комментарии в социальных сетях. В эфире программа «Через край». Мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о винном туризме, как сделать его популярным, ну и, конечно же, сколько это нам будет стоить. Дозванивайтесь нам в студию 274-11-14, код города Краснодара 861 и оставляйте свои комментарии в социальных сетях. И вот один из них. Очень давно тур открыт, но, к сожалению, дороговато, хоть и люблю, а брау. Вот такой комментарий. Иван? Хороший комментарий, пожалуй, что... Но, опять же, все познается в сравнении, наверное. Настолько это дорого, насколько, допустим, дороги те же самые винные туры в Испанию. 2500 евро на сегодняшний день это гигантские просто деньги, как мне кажется. Поэтому лучше ездить, конечно, на Кубань. К нам в студии присоединились новые гости. У нас Геннадий Апарин, директор винодельческого дома «Усадьба Семигорье». Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. И Александр Финько, руководитель туристического агентства «Ван Гог». Здравствуйте, Ольга. Да, у меня есть некоторые цифры, я думаю, что, может быть, вы с ними знакомы, может быть, нет, но зрители познакомим. Общая площадь виноградников в крае 27 тысяч гектаров, треть от всех посадок страны. Каждая вторая гроздь винограда в России выращена на Кубани. В крае работают около 80 виноградных предприятий. Они выращивают 25 столовых сортов винограда и более 70 технических. Самые популярные сорта винограда в регионе Молдова и Августин. Они дают 84% от общего сбора. Ну, вот такие цифры. Каждая вторая гроздь винограда с Кубани. Ну, это логично. В общем-то, Кубани – это самый главный винодельческий регион нашей страны. И, как мы уже говорили сегодня в программе, вино – это визитная карточка Кубани. Если можно, чуть подробнее, пожалуйста, о том, что сегодня предлагает Кубани в плане именно вина людям. На каком, допустим, виноматериале мы работаем и так далее. Ну, это для начала. Дальше мы уже чуть углубимся. Ну, у нас здесь, вы уже обсуждали вопрос. У нас, получается, есть гигантские предприятия, которые… Ну, вот ваши соседи, да. Да, и «Абрау-Девсо» мы тоже относимся. Ну, в Фоногоре и все. И сейчас у нас появляется достаточно большое количество, ну, уже мы знаем, что 40, маленьких фермерских сетевых господоприятий. Вот Дмитрий Казаченко об этом говорил. И интерес к этому очень большой. Вот я возглавляюсь усадьбой Семигорьев, известное предприятие, мы уже 7 лет работаем, пардон, 10 от заклада виноградников. Ну, «Абрау-Девсо», конечно, большое предприятие, 150 тысяч. Но мы 20 тысяч принимаем. То есть это мы с супругой, и коллектив у нас 20 тысяч человек. Я считаю, это неплохо. А как развивать вот это движение, чтобы именно маленький бизнес, маленький виноградское хозяйство, маленький вот это все вокруг двигалось, и ходило, и гастрономия все двигалась. Очень простой вопрос. Вот Дмитрий Казаченко только что, минут 15 назад, об этом сказал. Не все обратили внимание, может быть. А он сказал, что нужно в каждом отеле, который неплохо разный, например, поставить стенд, где лежала всякая информация об этих турах. Ну, слушай, ну это же на самом деле так просто. Ну, просто напечатать вот эти бумажные материалы. Это самое простое, что можно сказать. Ведь везде во всех отеле. В Москве, кстати, уже все стоит. Он может маленький круглый стоять, он может быть большой. То есть придумать три варианта, которые бы стояли, и уже, понимаете, работать с агентствами ужасно сложно. Ну, знаете, ну это вот в гостинице, например, в Европе, в любой, да, там, в Азии. И у нас должно лучше у всех. Вот эти стенды, там, пожалуйста, там вот, ну, 30 номинований, буклетов, куда ты можешь съесть. Абсолютно. От варите до виннектуров. До виннектуров, по желаниям. И это всего лишь нужно административный ресурс, который неплохо работает на скрай. Заставить каждого ательера поставить у себя этот стенд. И тогда все это будет работать. Будет быстро развиваться. Ну, хорошо. А почему же сложно тогда работать-то? Это чья задача? Нет, я имею в виду заставить ательеров. Это чья задача? Задача государства или все-таки вам каким-то образом надо работать? Я думаю, что вот этот вопрос, именно этот вопрос нужно решить в административном порядке. Не разбираясь, как, почему и как. Просто в обязательном порядке всем поставить стенд с рекламой, в который каждый производитель или каждый участник может поставить свою рекламку. Бесплатно. А вы будете рекламировать отель, правильно, у себя? Отель, когда приедет к нам, уже мы будем рассказывать, что есть лучший отель. Есть суперхорошие отели, а есть плохие отели. Да, мы хотели вот дополнить выступление сразу после информации, которую мы только что прослушали. Дмитрий Михайлович хотел что-то дополнить, да? Ну, на самом деле, вы как-то так, 27-30 гектаров у нас на сегодня нет. Есть 26 с небольшим. И, к сожалению, у нас на сегодня практически нет закладок. То есть есть проблемы с посадочным материалом, есть проблемы у нас и с самими закладками, поскольку Тигрукский район, наш самый большой район, к сожалению, за строительство моста, наложено эмбарго на многие земельные участки, где необходимо закладывать виноградник. Но это как бы, вот, это отдельная тема, она очень серьезная. Это даже не тема винного туризма. Я хотел бы просто сказать по сортам. Ну, сорт Молдова и сорт Августин. Конечно, я понимаю, что можно сделать вино из этих сортов, но, я прошу прощения, это будет условное вино. Поэтому давайте все-таки о классических сортах классика Франции. Это там, может быть, Кабарне-Совиньон, Мерло, Шардоне. Или наша великолепнейшая селекция нашей российской, именно аборигенные сорта, новочеркасской селекции нашей Анапской станции. Поэтому, ну, это как бы, чтобы вот, то, что я хотел сказать вначале, но вот с Геннадия Силовичем абсолютно согласен. Может быть, нужно административно принять решение, поскольку я пытался общаться именно с турфирмами. Абсолютно никакого нет желания, нет понимания. Так вот у нас представители турфирмы. Я думаю, сейчас будет связь налажена. Расскажите, почему так происходит? Вы как вот, допустим, Диана сидела здесь, я ей задал вопрос, говорю, «Как у вас с видным туризмом?» Ну, я могу сказать по Европе, Испания, Италия, а по региону нет, к сожалению. У вас как? У нас все не так просто, как хотелось бы. Я бы сказал, что проблема не только в том, что с турфирами тяжело работать. Зачастую с предприятиями тоже работать непросто. А в чем проблема? Проблема в том, что каких-то рекламных материалов не хватает, информации не хватает. Не все предприятия идут навстречу и дают и материалы необходимые, и готовы принять наших туристов. Либо могут ставиться какие-то условия, при которых туристу фактически надо уговорить предприятие, чтобы оно его приняло. Это как так? Ну, поподробнее чуть-чуть. Это так, что турист должен сам доехать, турист сам должен заранее все забронировать, сказать, в какое время он куда будет ходить, он должен фактически составить себе программу тура. А, ну да, конечно. Это не очень интересно. А по поводу буклетов и так далее, материалов, это же, на самом деле, мне кажется, небольшие затраты. Я не знаю, насколько это большие затраты, потому что не мы же предприятие такое по производству. Я думаю, что в современных технологиях даже больше нужны какие-то в электронном виде материалы, которые мы уже будем предоставлять туристам, показывать и привозить туристов. Я хочу призвать все предприятия к сотрудничеству все-таки не только с отелями и поиска туристов, тех, кто сами будет заезжать, но и обратить внимание на турагентства, на туроператоров, потому что турагентства сейчас сталкиваются с таким явлением, что люди, которые раньше ездили за границу, сейчас во многом пересматривают свои направления и смотрят на Россию. И они приходят к нам с вопросом, а что у нас интересного есть? И мы готовы предлагать, мы готовы показывать, если есть какие-то сформированные туры, если нам готовы пойти на встречу, мы готовы тоже поучаствовать в формировании туров, привозить, бронировать какой-то транспорт. Понятно. Дмитрий Михайлович, я видел вы... Я, честно говоря, слушаю вас. Мы готовы, нам должны все. Да вы должны сами взять, ноги в руки, проехать все предприятия. Вот я так вижу. Как я узнал, например, виноделие Франции, виноделие других стран. Я вот в Австралии, как раз, кстати, когда Александр Николаевич Скачев сказал, что Дима, ты должен читать виноделие в Аграрном университете. Я говорю, Александр Николаевич, я не винодел, я не могу читать виноделие. Он говорит, вот ты не винодел, и ты будешь читать, потому что ты сможешь. Я поехал в Австралию, на самом деле, чтобы... Ну да, теорию я получил во Франции, но мне было интересно посмотреть, как там. Поехал именно на уборку, потому что у них уборка в марте месяце идет. И вы знаете, когда я там, собственно, я прошел всю уборку, и у них вот в том регионе было 70 виноделин. Я скажу, что я все проехал, ну штук 30-35 я проехал. Вы знаете, ну я проехал, каждую винодельню, поговорил с виноделами, посмотрел их технологию, при том, что мы еще и сами перерабатывали виноград. И поэтому, конечно, я сам все знаю, мне легко, я готов общаться с первыми лицами, с виноделами. Ну у них маленькие предприятия, это не наши, огромные, как Абрау, как другие наши. Поэтому берите ноги в руки, едьте по всем заводам, общайтесь с генеральными директорами, я думаю, что все должно получиться. Скорее всего, так и будет. То есть вы говорите, мы готовы, но при этом... Вот вы готовы, например, взаимодействовать? Вот у нас, пожалуйста, у нас две винодельни, крупные, скажем так, гиганты, и помельче. На личном опыте, да, мы тоже заинтересованы в туристах, как в центре винного туризма. И сама лично, и наши сотрудники, мы объезжаем все отели, даем нашу раздатку, мы объезжаем турагентство, даем нашу раздатку, и мы готовы, мы работаем. Мы работаем, и с винодельнями мы тоже сами ездим, знакомимся и возим туристов туда. То есть это нам надо, и мы это делаем. Мы работаем, кстати, с Абрау-Дюрсо уже года три или четыре. А с Александром мы только что сидели, вот и договорились. Но вот здесь вопрос достаточно глубокий. В каком смысле? То есть вот пока мы не можем говорить, что это приобретает массовый характер. Опять же скажу, Казаченко правильно сказал, что в 17-м году будет рывок. Я с ним согласен. Все, в 16-м будем раскачиваться. Я вам скажу еще больше. Вот мне кажется, что мы нащупали вот этот момент. То есть мы создали проект винных деревьев. Начали, нам администрация предоставила 130 гектаров. Вот Дмитрий Михайлович был у нас, много раз смотрел. То есть здесь мы объединили 40 человек по 2-3 гектара. В складчину мы построили дорогу, коммуникацию, воду, электричество. И у нас уже построены две винодельни. Бордовская башня мы ее называем. И мы в этом году начинаем приглашать туда туристов. Я вам скажу больше. Сейчас мы подали заявку и просим соседнего участка, который свободен, тысячи гектаров. И берем обязательство освоить эти тысячи гектаров за 5 лет. То есть, понимаете, это уже будет не 200, не 300, а 400. То есть это винные деревни, где вообще турист может погружаться. Он приехал, там свой винный центр, там будет 45 или 67 винодельней маленьких, разного калибра, с разным вином, с классикой, с суперклассикой, с русской классикой, с чем угодно. Это будут еще две кооперативные винодельни, которые будут объединять тех, кто не хочет производить. Там ввели понятие, что такое вообще винодельня. Это фермерский дом, это подвал, это погреб, это место для стоянки транспорта. Администрация, она по нам очень энергично помогает. Город плавно утвердили. Сейчас мы проект Меживане сделали. Получаем решение строительства. Это вот эту вот всю помощь, вы ее начали сейчас только получать? Нет, подождите. Помощь там идет, смотрите, 2 года мы работаем в складчину, но мы уже посадили виноград, мы из Сербии, ну ты видел, хороший материал. И нам сразу дают субсидию. То есть 7 миллионов, которые мы уже получили на субсидии, мы коллективно тратим на строительство общей винодельни. Опять мы сажаем, опять 7 миллионов. То есть идет помощь государству. Ну понятно. То есть мы объединились. Вы что-то делаете, вам помогают. Абсолютно. Еще что-то делаете, вам помогают. То есть мы сами делаем, помогают. Мне кажется, мы нащупали этот момент, который позволит очень скачкообразно быстро развивать именно отрасль фермерского сельскохозяйственного производства. Очень хорошо. Ольга? Да, Иван До, эфир. А мы связались с Игорем Устровым, пиар-директором частной винодельни Испании. И вот что он нам рассказал. Как работает их маленькая винодельня и как же они привлекают туристов и чем развлекают? У нас винодельня маленькая совсем. У нас работает три человека. Поэтому, в общем-то, привлекаю в первую очередь тем, что мы можем показать, как мы делаем вино вручную. Потому что у нас машин практически никаких нет. Все, что связано с розливом в бутылке, мы это делаем руками. У нас два типа, в основном, вернее, три типа аудитории. Это половина примерно – это каталонцы. И вот дальше пополам – это русскоязычный и англоязычный мир. Во-первых, люди всегда заказывают тур заранее, потому что даже если это просто визит на винодельню, виноградник и дегустация трех вин, мы работаем всегда с бронированием, потому что нас просто очень мало. И мы не стоим целый день у двери, а вдруг кто пройдет и захочет. Поэтому вопрос букинга, не повесить его слово, очень важен. То есть приезжают люди, это, допустим, семья. Да, типично это семья или группа друзей. Что люди делают? Мы обычно едем сначала на виноградник, потому что погода большей части времени нам позволяет выехать прямо на то место, где растут эти 80-летние коряги, страшно выглядящие, но дающие безумно вкусное вино. И если на улице не слишком холодно или не слишком жарко, мы просто дегустируем прямо на винограднике наше вино. Соответственно, люди могут погулять, попить вино, сделать себе обалденную фотогалерею и, соответственно, получить информацию, в общем-то, получать все удовольствие. Дальше мы обычно приезжаем обратно на винодельню. Винодельня у нас маленькая, гаражного типа. И мы какое-то время, я просто объясняю, как мы выдерживаем в бочках, и, в общем-то, весь процесс виноделия в кустарном его формате. Чаще всего урожай собирают в сентябре. Не всегда, но чаще всего. Поэтому у людей, конечно, есть возможность, как минимум палкой, вот этой пистоном этим, поперемешивать мезгу, да, чтобы, ну, красное вино, да, я имею в виду, если мы ферментируем, что они еще могут поделать. Но иногда им попадается возможность, там, не знаю, ну, наливать бутылкам мы не даем, потому что это все-таки связано с санитарными нормами. Допустим, но надеть на бутылки эти оловянные колпачки, это мы можем позволить наклеить этикетки, потому что у нас этикетки в основном клеятся вручную, тоже мы позволяем людям, в общем-то, это поделать. В январе был мастер-класс по зимней обрезке, когда куст спит, и ему нужно сформировать, оставить ему несколько почек, да, то есть, соответственно, мы просто собрали наших, клуб наших попечителей, плюс каких-то людей, которые присоединились, пошли в поле, и вот на морозе там, в общем, чекрыжили, в общем, эти кусты. В мае у нас будет мастер-класс по весенней обрезке, то есть когда нужно правильные лозы, как эти, прутья сохранить, а лишние отрезать, да. В сентябре у нас будет мастер-класс по сбору винограда, нужно понять, кто поедет, да, то есть это, если мы говорим про Краснодарский край, то модель похожа, в принципе, на нашу, потому что приорат — это, как сказать, красивое украшение для Коста-Даурада, да, поэтому Черное море, лето, там, накупались 20 раз, поехали на винодельню. Мне кажется, что вот связь этих двух продуктов, она, конечно, важна, но плюс к тому нужно расширить сезонность, для этого, конечно, нужно что-то и зимнее делать. Я думаю, что в России для этого есть все возможности. Не знаю, пойдет это в эфир или нет. В общем, я желаю краснодарскому виноделию успехов и то, чтобы у нас появились достойные конкуренты на Черном море. В общем, ваше здоровье. Дмитрий Михайлович, я смотрю, вам льстит такое выступление, что Испания считает нас все-таки конкурентами, краснодарский край. Вы знаете, ну, я хочу вам сказать, когда мы были в Испании, и, конечно, коротко, но это не могу не отметить, на крупном заводе были. И когда я увидел, когда комбайном убирали виноград, и когда листья, ветки, все это шло в переработку, конечно, ну, предприятие это Торрес, поэтому я был в ужасе с нашими виноделами, когда может вообще такое быть. У нас, к сожалению, ну вот, понимаете, я не хочу говорить о плохих словах, то, что мы там увидели. Поэтому на сегодня мы не только можем похвастаться, у нас по ряду позиций наши вина лучше, чем испанские. Ну, во всяком случае, то, что мы видели там. Но вот я хотел бы сказать немножко о том, что он пиар-директор, он говорит, что да, будем приезжать лозы. Вообще, если честно, вот только, наверное, парень знает, делать вино, это очень сложно, это очень ответственная работа, потому что надо контролировать сахар, надо, чтобы не прозевать, надо вовремя убрать. То есть обрезать лозой, как сказали, чекрыжить кусты, этого мало. Значит, это самое главное, именно вот сделать вино короткий период. Поэтому, конечно, нужно сахар, нужно все, чтобы успеть вовремя убрать, правильная температура, правильно сбродить. Это очень сложно. И вот, кстати, в Испании, если вот говорить то, что он рекомендует, может быть, это и будет у нас в Нуркмане, но лет через 30. Поэтому на сегодня надо спуститься на землю, и мы на сегодня должны все-таки развивать вины туризма, производство мелких хозяйств. Это наше будущее, будущее Краснодарского края. Сейчас о будущем мы поговорим сразу после рекламы. Что же привлечет туристов, раскрученные бренды или же эксклюзивные напитки сразу после рекламы. И дозванивайтесь к нам в студию 274-11-14. Ждем ваших звонков. В эфире программа «Через край». Мы работаем в прямом эфире. Обязательно дозванивайтесь к нам в студию 274-11-14. Говорим сегодня о винном туризме, как его сделать популярным, ну и, конечно, сколько же он нам будет стоить. И вот один из комментариев, который нам написали в социальных сетях. Туроператорам еще учиться и учиться, пока сами ездим на винодельне. Желаем, чтобы туризм развивался. Вот такой комментарий нам оставили. И программа «Через край» вышла на улицы Краснодара и спросила у горожан, что же для них значит винный туризм и сколько они готовы за это заплатить. Внимание! В винном туре самое главное – это узнать новые сорта, вкусы, почувствовать вкус жизни, вкус вина, продлить свою винную память, насладиться чем-то новым, чем-то неожиданным. Конечно, возможность узнать побольше людей, возможности узнать о разнообразии вин в нашей стране. Все-таки это большая отрасль. Веселая компания, однозначно. Вино. Хорошее вино. Главное в винном туре – это вкус вина, во-первых, качество вина. И, соответственно, смотришь, есть ли это вино на прилавках. Ну, с каких сортов вводят, с истории, как вот, какого качества. Больше вот это интересует, конечно. Попробовать все вино, которые присутствуют в винном туре. Ну, в Абрау можно поехать от трех тысяч рублей, а Франция – это уже приличные деньги, которые начинаются в евровом эквиваленте, и я думаю, это стоит больших денег. За хорошее вино много денег, не жалко. Ну, я думаю, это в районе тысяч 25-50. Если это занимает несколько, допустим, часов, то почему бы не заплатить там больше двух тысяч? Ну, тысячу, полторы, две тысячи, можно три. А в скидку? Две тысячи долларов. Вы знаете, я приверженец домашнего продукта, и даже не могу приблизительно посчитать, сколько бы я мог отдать за винный тур. Ну, вот такие мнения наших горожан. Кстати, никто из них не хочет быть вовлечен в весь процесс виноделия. Иван? Зря, между прочим. Вы знаете, у нас на канале, на нашем канале Кубань24 выходил фильм «Невинное открытие Андрея». И я лично его сам дважды посмотрел, как раз посвященный полностью виноделию. И я вот выдам секрет, может быть, о чем мне сказала Марина Альбертна, что гиды пересматривают его на видеокассетах, потому что действительно, я бы сказал, что один из прекрасных фильмов, и там как раз таки вот Андрей путешествует, он на частых винодельнях бывает и на крупных, и он говорит о том, что на самом деле нет большой разницы между тем вином, которое сделано на крупной винодельне, и на частной. В том плане, что везде относятся одинаково к качеству. Я имею в виду, что, конечно, наверняка производственный процесс он другой. Вот есть так называемое кустарное вино или гаражное, о чем мы сегодня уже так вскользь упоминали. Вот если о нем говорить, вы, наверное, специалист в этой области. Я вам скажу, что я и работал, возглавлял большое предприятие русского лозу, и мы выпускали там 15 миллионов литров в год, 15 миллионов литров в год, или 25, я уже забыл. Что-то много очень русского лоза была. А потом я ушел в малый бизнес, и на сегодняшний день я считаю, что кустарное производство, гаражное вино, малотиражное, микро-куве, это слова все синонимы, в этом будущее именно вообще Кубани. То есть это гигантская отрасль, которую мы можем поднять. В чем суть кустарного производства? Суть в том, что мы делаем вину вручную. То есть я имею в виду, все вот наши ассоциации, у нас достаточно большая группа людей объединенного, есть, которые уже и занимаются профессионально. То есть я живу за счет этого. Есть, которые просто любители. Суть в том, что мы делаем вино, мешаем вручную, перерабатываем вручную. Мы его обязательно, красные, выдерживаем в бочках. Вот это все я, кстати, видел в этом фильме. То есть у нас парк бочек, 200 бочек, вы поймите. То есть у нас без всякого обмана, без всякой иллюзии, можно посмотреть, у нас каждое вино красное выдерживается год в бочке, год в бутылке. Я вам скажу так, и в России-то этого никто делает, и в западных странах никто не делает. Все большие виноделы этого не занимаются. А посмотрите в справочнике, написано, не виноделы делают вино, а бочка. И много разных других пословиц, связанностей. Потому что бочка – это инструмент, где проходит микроэксидация. И когда вино прошло в бочках, оно получается совершенно другим. Совершенно другой букет, другой аромат и прочее. А условия для выращивания винограда у нас идеальны. Потому что у нас континентальный климат. И у нас все время хорошая погода. Не то, что в Бордо у них там дождь все время заливает. Поэтому мы вино делаем лучше их. И они нас боятся. Я не знаю, почему на них санкции не наложили. Надо наложить. Потому что вы спросили про конкуренцию. А конкуренции у нас внутри себя нет. Мы дополняем друг друга. Там индустриальные предприятия одно делают, мы другое делаем. Абравдерство третье делает. А вот кто бы с нами конкурировал. А конкурирует закон, приняли мы его. А конкурирует Евросоюз. Убрать надо его со всех магазинов. Внести санкции. И только чтобы наше русское вино было. И было бы замечательно. Дмитрий Михайлович хочет прокомментировать эту ситуацию. И скорее всего он не согласен с вашим мнением. У меня даже есть некоторые высказывания с форумов в интернете. Они пишут. Гаражные вины вообще не имеют своего стиля. Не отражают характеристик местности. Зачастую оторваны от терруара. Эта вина быстро стареет. И имеет слишком выраженный вкус нового дуба. Так как проходят в новых необожженных дубовых бочках. Вы знаете. На самом деле. Абсолютно согласен в том. Что у нас на сегодня. Если уже бочками вы закончили. То я начну с них. В Европе. В той же Франции. У них законом определено. Что бочка. Именно клепка. Из которой делается бочка. Должна находиться не менее трех лет. Именно под дождем. Чтобы тяжелые танины вымылись. К сожалению. У нас такого закона нет. И поэтому. И учитывая. Что у нас оборотные средства. Кредиты под оборотные средства. Очень высокие. Нет у нас возможности делать такие бочки. Поэтому. Берут новые бочки. Действительно. Заливают туда вино. И сразу. Эти бочки. Забирают танины. Но я хотел бы не об этом сказать. Абсолютно согласен. Вот. Сапарином. В чем. Именно мелкое виноделие должно быть. Потому что. Когда. 5 тысяч гектаров виноградников. Или там 7 тысяч гектаров. Ну вы понимаете. Это безумие. Когда. В Бургундии. Там до 5 гектар. То есть. Это вот все. У нас очень мало времени. Заканчиваю. Поэтому хочу сказать. Что мелкое. Именно мелкое производство. До 50 гектаров. Это именно то. Что позволяет делать действительно великое качественное вино. Да. А что за гаражным вином будущее. Нам прокомментировал Максим Яченко. Самилец города Краснодара. Давайте послушаем. Это было до эфира. Крупные наши заводы. Естественно. Они могут что показать. У них современные заводы. У них дегустационные залы. У них рестораны. У них развитые инфраструктуры. Ресурсы не могут вложить такие. Которые гаражников не смеялись. А гаражники берут тем. Что это все таки индивидуальный поступок. То есть. Ту бутылку вина. Которую можно приехать. Которую можно купить. Ее больше не будет никогда. Она уникальна. И вернувшись к себе в Москву, в Питер. Куда ты еще. Ты будешь единственным обладателем вот этого самого вина. Плюс опять гаражники. Кем они выделяются. Если крупные заводы. Крупные винодельни. Они должны каждый год делать одно и то же вино. Они заложники своего уровня качества. То гаражники. Они не есть виноделы. Они могут каждый год делать разное вино. Они двигатели прогресса. Они внедряют. Они придумывают новое. Цена на вино. Именно гаражники. Конечно она формируется субъективно. Для кого-то это средство заработка. Для кого-то это хобби. Не секрет. Поэтому цена за бутылку гаражного вина. Она конечно определяется не всегда качеством. Она определяется именно пожеланием винодела. Сколько он хочет за нее получить. В России. Да и в принципе в мире не так много мест. В которых существует столько факторов для туризма. То есть как на Кубани. Аналогический туризм. Он чрезвычайно эффективен. И гаражники конечно не могут уйти значительный вклад. Конечно же их надо поддерживать. Кубанское виноделие сейчас только становится на ноги. Только развивается. Облик Кубанское виноделие меняется каждый год. То есть какие-то сорта. От каких-то сортов отказываются. Какие-то внедряют. Клубно 5-10 лет. Чтобы понять что хорошо, что плохо. Действительно говорят, что за гаражным вином будущее. Скажем так. Согласны вы с этим или нет? Буквально минута у нас остается до конца. Если можно коротко. Конечно. Конечно. Здесь мы как говорили нащупали этот момент. И мы должны иметь в ближайшие 5 лет сотни. Тысячи этих виноделий. И тогда уже между ними будет. Пускай мы не говорим условно конкуренция. Но кооперация. И тогда мы выйдем на рынок. И будет разный вин. Очень разный. И по ценовой категории. И 100, и 200, и 500. Ну пока только 1000 рублей. То есть вот множество. Множество. Помощь конечно государству уже есть. Край тоже очень хорошо помогает. Нужно немножко подтолкнуть этот процесс. Александр вы хотели... Вы кстати очень хорошо в этом вопросе помогаете. Спасибо. Я хотел сказать, что по поводу туризма. Именно туризма. С точки зрения наших туристов. Имею в этом опыт. Необходимо развивать сервис. Доступность. И рекламировать среди населения возможность такую. Ну мы все это делаем. Мы всех приглашаем в гости в Центр винного туризма. К господину Апарину. И... Отлично. Пейте шампанское. Спасибо вам за то. Дмитрий Михайлович. Ну я думаю, что будущее конечно за мелкими предприятиями. Но я хотел бы попросить все же таки отойти от слова гаражное виноделье. Потому что это французский термин. Ванк де гараж. Это все же таки это немножко не то. У нас должно быть именно мелкие винодельни. Это чуть более по федеральному закону мы можем иметь до 7 гектар. То есть учитывая, что 50 тысяч дал на фермерское хозяйство. Поэтому мелкие винодельни. Но уйти от термина гаражный вина. Но все же таки за мелкими предприятиями. Будущее именно виноделья Краснодарского края, Кубани. Это вот мелкие винодельни. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Я благодарю всех гостей. Сразу после рекламы подведем итоги голосования. Ну и в общем-то итоги программы. Это программа «Через край». Спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы работаем для вас в прямом эфире. Да, я уже говорила в начале программы, что мы проводим опрос в интернете. Сегодня он звучал так. Что для вас может стать поводом поехать в винный тур? И лидирует позиция развлекательная программа. На втором туре дегустация вин. На третьем месте экскурсия на крупные заводы. И четвертое возможность поучаствовать в производстве вин. Всего лишь 10%. Ну а ты бы вот поехала в винный тур для чего? Ой, ну конечно же попробовать побольше и чтобы много. Вот. Вот я думаю, что на самом деле в этом-то все и дело. И судя по тому, что сегодня мы услышали от наших гостей, винный туризм будет развиваться на Кубани. И из конкурентов ни Ростовской области, ни Ставропольский край, ни Крым даже на самом деле. Чем будет больше у нас здесь этих винодельских предприятий, тем будет больше туристов. И тем будет лучше для каждого из нас. В общем-то, собственно говоря, на этом, пожалуй, что, думаю, пришло время закончить. Спасибо вам большое за то, что провели это время вместе с нами, сразу после нас, на нашем канале программа «Факты», главные новости края. Ну а мы увидимся завтра в 20 часов 30 минут. Всего вам доброго. Счастливо.